МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА тех пенсионеров, которые имеют право на эту единовременную выплату и произвели установление этой единовременной выплаты. А когда ожидать эту выплату? Сегодня у нас перечислены средства по тем пенсионерам, по которым пенсии они получают через кредитную организацию. То есть это те пенсионеры, по которым мы перечисляем пенсии на счета, открытые в кредитных организациях. Те пенсионеры, которые получают пенсии через Почту России или альтернативную доставку, средства единовременной выплаты, они получат по графику доставки пенсии. То есть одномоментно им принесут и пенсию, и единовременную выплату. Что касается работающих пенсионеров, им тоже она положена, эта выплата? Да, и работающие, и неработающие пенсионеры, все они имеют право на единовременную выплату. А все соцвыплаты и пенсии начисляются на карту МИР, а эта выплата также будет начисляться на эту карту, на МИР? Да, так как эта выплата, она предоставляется пенсионеру таким же способом, как и выплата пенсии. То есть это или на счет кредитной организации, как я уже сказала, или доставка на Почту России, то к этой выплате распространяются такие же требования, как и к выплате пенсии. А выплата пенсии у нас только на карту МИР. Поэтому единовременную выплату мы перечисляем также на карту МИР. Ну вот, собственно говоря, сегодня мы перечислили на счета пенсионеров, открытые в кредитных организациях, и это в обязательном порядке карта МИР. То есть сейчас абсолютно все пенсионеры получают пенсию на карту? Нет таких, которые ходят сами, на руки получают пенсию? Нет, нет, нет. Конечно же, есть такие. Это у нас есть следующие способы доставки пенсии. Это средства мы перечисляем на счета, открытые в кредитной организации. Если это банковская карта, то это, конечно, только карта МИР. Но есть еще и счета, ну, так называемая сберкнижка, да? Вот. Также может пенсионер указать нам реквизиты этой сберкнижки, и мы перечислим эти деньги на вот этот вот счет, привязанный к этой книжке. Кроме того, человек может выбрать доставочную организацию. Допустим, ему удобнее, чтобы эти средства пенсионные принесли ему домой пенсию, да? Тогда он выбирает или Почту России, или альтернативную доставочную организацию, и пенсия ему приносится домой. То есть если так получилось, что у пенсионера нет карты МИР, то есть альтернативы получить конкретную эту выплату? Да. Смотрите, все те пенсионеры, которые к нам приходят и подают заявление на назначение пенсии, они сразу же нам подают заявление на доставку этой пенсии. То есть они выбирают тот способ, которым будет доставлена эта пенсия. И мы сформировали вот эти вот списки на доставку единовременной выплаты с учетом того способа доставки, который выбрал гражданин при назначении пенсии. Поэтому, как я уже говорила, что если это выбрана кредитная организация, то есть открытый счет кредитной организации, то вот сегодня мы всем таким пенсионерам перечислили эти деньги, деньги на счета открытой кредитной организации. А если гражданин изначально при назначении пенсии выбрал доставку через Почту России или альтернативную доставочную организацию, то вот эта единовременная выплата, она будет доставлена ему вместе с суммой пенсии. А как быть, если пенсионер получает сразу две пенсии? Из пенсионного фонда и из силового ведомства? Да, у нас есть такие пенсионеры. То есть человек, кроме той пенсии, которую он получает в силовом ведомстве, он заработал себе еще и страховую пенсию. То есть это по тому стажу работы на гражданке. Поэтому мы произвели выверку силовыми ведомствами. И если человек получает два вида пенсии, один из этих пенсий в органах пенсионного фонда, то единовременную выплату он получит от нас. То есть мы, органы пенсионного фонда, перечислим ему эту единовременную выплату. А вот учитывается ли выплата в доходах семьи при определении права на другие меры поддержки от государства? Нет. Изначально указом было определено, что эта единовременная выплата, она не учитывается в доходе гражданина. Допустим, гражданин обратился в органы соцзащиты за какой-то мерой социальной защиты, социальной поддержки, при определении права на которую учитывается доход гражданина. Вот эта единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, она не будет учитываться в доходе гражданина при определении его права на эту выплату. С выплаты могут удержать какие-либо средства? Например, если долги есть? Нет. Вы знаете, также прописано в указе президента, что нельзя удерживать какие-то суммы по исполнительному производству с этой единовременной выплаты. Мы для того, чтобы этого не произошло, органы пенсионного фонда, мы маркируем эту выплату, то есть мы устанавливаем особый код, в соответствии с которым становится понятно, что с этих сумм нельзя удерживать никакие суммы по исполнительному производству. Если пенсионер, например, человек с ограниченными возможностями здоровья или имеет какие-то когнитивные нарушения, ему положена такая выплата? И кто ее получает? Как это организовать? Здесь мы смотрим, опять-таки, на то, как ему установлена пенсия. Допустим, если это инвалид, если это ребенок, естественно, у этого ребенка есть законный представитель, на чей счет перечисляется сумма пенсии. Соответственно, эта сумма также единовременной выплаты будет перечислена на данный счет. То есть здесь главное правило, как перечисляется пенсия, на какой счет, кому она перечисляется. Если законному представителю перечисляется пенсия, то также законному представителю будет перечислена эта единовременная выплата. Если это инвалид, кому доставка пенсии осуществляется на дом, так как у него нет возможности другим способом получить эту сумму, тогда, как я сказала, также эта единовременная выплата будет доставлена ему на дом. А какова вообще цель этой единовременной выплаты? Вот просто такой подарок пенсионерам? Поддержка, материальная поддержка пенсионеров. А в будущем планируются вот такие еще выплаты? Я не могу сказать, так как мы, пенсионный фонд, это орган, который исполняет федеральное законодательство. То есть если будет планироваться, вы будете исполнять? Если будут соответствующие законы приняты, то, конечно же, мы будем их исполнять. Давайте еще раз для наших телезрителей, чтобы было все понятно, кому положена эта выплата. Я говорила, что это те пенсионеры, которые состоят на учете у нас в органах пенсионного фонда по состоянию на 31 августа 2021 года. Но вот все равно возникают вопросы, какие, какая категория пенсии, получатели каких категорий пенсии подпадают под эту единовременную выплату. Ну, во-первых, это получатели страховых пенсий. Это страховая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Кроме того, право на эту выплату имеют получатели пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Это, опять-таки, это у нас получатели социальных пенсий, это социальные пенсии могут быть и по СПК, и по инвалидности. То есть вот все те категории пенсионеров, которые есть у нас в органах пенсионного фонда, которые получают различные виды пенсии по линии пенсионного фонда, вот, собственно говоря, все они имеют право на получение этой единовременной выплаты. А что делать, если, ну, к примеру, средства не пришли на карту? Куда обращаться? Ну, если не пришли, ну, допустим, сегодня, да, как мы говорим, сегодня мы перечислили средства всем тем пенсионерам, которые получают пенсии через кредитные организации, да. Сегодня всем им мы перечислили эти средства. Если сегодня эти средства не пришли, тогда можно позвонить или в контакт-центр отделения. Это номер 8 800 6236. Бесплатный номер. Бесплатный номер, да. Он единый. Это у нас номер телефона контакт-центра по Ставропольскому краю. Кроме того, у нас есть номера телефонов горячих линий в каждой клиентской службе. То есть если пенсионер понимает, что он пенсию, допустим, получает у нас в Грачевском районе, да, он может на сайте пенсионного фонда во вкладке посмотреть номер телефона горячей линии именно клиентской службы Грачевского района и позвонить туда и узнать, да. Мы, кроме того, конечно же, можно же еще прийти к нам в органы пенсионного фонда и получить данную консультацию. Но я хотела бы предупредить, что в условиях пандемии, я думаю, что, наверное, оптимальная возможность получить необходимую консультацию, это все-таки позвонить к нам. Так как речь идет, в общем-то, о пожилых людях, которые в Женейске. И мы по телефону, конечно же, расскажем, объясним, по какой причине этого не произошло зачисление средств на счет пенсионера. А вот сегодня начинают пенсионеру получать выплаты. Какое, в общем-то, количество пенсионеров по Ставропольскому краю предположительно получат? Выплату в 10 тысяч рублей. Вот всего порядка 730 тысяч пенсионеров Ставропольского края, которые получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Наверняка возникают различные вопросы. Куда обратиться, когда есть, что спросить? Вот, как я сказала, это, конечно же, лучше всего это контакт-центр отделения, да, который ответит на все вопросы. Кроме того, хочу сказать, что если вы, ну, задали нам вопрос, да, и он требует какой-то проработки, мы всегда перезвоним, то есть мы запишем номер телефона позвонившего, проясним всю ситуацию и, как так называемый обратный звонок, обязательно перезвоним гражданину и объясним, ответим на все возникшие вопросы. А социальные сети как-то задействуете? Конечно же, у нас есть наши странички и в Инстаграм, и в Одноклассниках. Мы также там, ну, стараемся онлайн отвечать на все вопросы, которые возникают, в том числе и по данной выплате. Ну, вот на сегодняшний день, я так понимаю, что уже возникают вопросы, потому что время зачисления, оно же разное, но сейчас идет зачисление в настоящий момент. Ну, кто-то, у кого-то уже зачислены средства, у кого-то еще нет, идет еще только зачисление. Вот, задают уже вопросы, там, и в Инстаграм, и в Одноклассниках мы объясняем. Интересно, какие самые популярные вопросы задают пенсионеры? Ну, на сегодняшний день это, конечно же, вопрос, будут ли сегодня деньги зачислены, поступят ли они сегодня на счет. Ну, а так я хочу сказать, что, конечно, вопросы разного характера, как только вышел указ президента. Это работающие, не работающие, я работающий пенсионер, получу ли я эту выплату? Кроме того, много было выплат, связанных с тем, какой вид пенсии получает гражданин. Вот я получаю пенсию по инвалидности, имею ли я право получить данную выплату? Кроме того, конечно же, звонки были от тех пенсионеров, которые получают пенсию и у нас, и в силовом ведомстве. Мы спрашивали, где они получат эту выплату. То есть, вот, ну и, конечно, сроки, да, когда произойдет выплата, когда будут перечисления, когда будет доставка, в какое время. То есть, вот на все эти вопросы мы, конечно же, отвечали, вот, в течение всего этого времени. Ну, и, естественно, что эти вопросы продолжают поступать, но по тем, по ком еще нет этого зачисления. Ну, что ж, большое спасибо вам за беседу, очень информативно, кратко, точно и ясно. Спасибо большое, что пришли. Приходите и рассказывайте, если будут еще какие-то изменения. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. Это была программа «Актуальное интервью» и 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 «Актуальное интерв